После прибытия в Иркотск в 1734 году принялось много того Люскиным. Второй отряд отбыл на боте Иркотск во главе с Петром Лосиниусом, а точнее Питером Лосиниусом, шведом на русской службе. Только вот по-русски он почти не говорил, что очень затрудняло общение с командой и его работу в целом. В последний день июля корабли подошли к острову Столб. Здесь Лена распадается на протоке. Начинается ее обширная дельта. За месяц корабли прошли около полутора тысяч километров. Здесь нашим морякам, как было условлено заранее, настала пора разделиться. Вместе обогнули дельту Лены по правому протоку. Дельта Лены — это грандиозный лабиринт, ходы которого меняются каждый год. И не дай бог морякам отойти от проверенных, постоянных протоков. После выхода в море отряды, как было оговорено заранее, разделились. Якутск пошел на запад, а Иркутск — на восток. Отряд Лосиниуса не смог далеко продвинуться и был остановлен ледами. Работая баграми и веслами, команда пыталась найти дорогу в лабиринте узких разводей, но все усилия людей были тщатны. К тому же ударил мороз. В разводях появилась шуга. Нависла угроза ледового плена. Потребовалось четверо суток, чтобы пробиться к материку. Решено было отправиться на зимовку в бухту Боорхая, в устье реки Хараулах. Место для зимовки было выбрано неудачно. На низком и сыром берегу. В сентябре на море разогравшийся шторм взломал лед вблизи зимовья и подтопил амбар с продуктами. Лосиниус посчитал, что провианта на экспедицию не хватит на два года навигации и приказал урезать порции вдвое. Члены отряда узнали, что унтер-офицер, швед Расселиус, втайне торговал судовым запасом сухарей. После обнаруженного вопиющего случая продажи воровства еды, вспыхнул бунт. Командиру объявили слово и дело и отстранили от командования. Из семи унтер-офицеров отстранения Лосиниуса поддержали четыре. От его злополучного Расселиуса отправили на собаках под конвоем с донесением в Якутск о случившемся. Начальником отряда предложили стать штурману Ртищеву. Ртищев долго отказывался от командования, так как ему в случае разбирательства грозила смертная казнь за участие в бунте. Однако нормы питания были восстановлены, а Лосиниус не участвовал в дальнейшем командовании по болезни и руководил всем Ртищев. Лосиниус вскоре умер, вероятнее всего от болезни пучек. А возможно и нет. Русский север хранит много тайн. В течение зимовья умерли еще 31 человек. В живых осталось только 9. Основная версия такого большого количества умерших была цинга, но вероятнее всего причиной была плохая вода в устье реки Хараулах. В реке не было рыбы, она была малопригодна для питья, и моряки посадили почки. После чудовищной зимовки к отряду из Якутска на шлюпках подоспел Дмитрий Лаптев. Починив Иркутск, отправились обратно в Якутск. Экспедиция была с треском провалена. Беринг предпочел замять историю с покойным Лосиниусом. Участников бунта наказывать не стали, но и донос на Лосиниуса был отвергнут. Конечно, Беринг очень переживал за гибель стольких людей, за которых нес ответственность. Он начинал терять веру, что Великий Север позволит людям пройти его хоть на каком-то участке. Но задачи экспедиции никто не отменял. Началось формирование нового отряда в эту же сторону. Что же было с кораблем Якутск после того, как они разошлись с Иркутском? Во-первых, нужно сказать, что в нарушении морского кодекса в экспедицию была взята женщина. Это было строжайшее запрещено. Незаконным участником экспедиции, первой женщиной-полярником, стала Татьяна Прончищева. Поместья Татьяны и Василия Прончищевых находились в Калужской губернии рядом, и, вероятно, знали они друг друга с детства, как и Семена Челюскина. Она отправилась не только в Сибирь за своим мужем, но и в прямом смысле на край света. Почему же капитан Якутска обошел на такое вопиющее нарушение и подверг свою жену столь суровым испытаниям? Достоверно никто не знает. Есть несколько версий, о которых будет рассказано в нашем Телеграм-канале. Только 14 августа экспедиция преодолела Дельтуэны. Для успешного плавания время уже было, разумеется, самое неподходящее. Едва начали кампанию, как встал вопрос о зимовке. Решили зимовать тут неподалеку, в усть реки Оленек. Благо, там было много выкидного леса и небольшое селение русских промышленников. Вскоре река затянулась льдом. 13 ноября скрылось солнце, чтобы вовсе не показываться до 22 января. Началась долгая полярная ночь. Прозимовав без приключений, Прончищев только 3 августа на 1736 года смог выйти в море, причина задержавшая его, заполнившая устья реки льды. Пробираясь на запад, моряки 13 августа достигли Хаттонской губы. Чем дальше продвигался Прончищев, тем в больших местах встречал он стоящий и плавающий лед. Притом были замечены многолетние льды, которые отличаются по виду от сезонного. Прончищев продолжил путь на север, но впереди льды становились все плотнее и толще. Якутск достиг 77 градусов и двух минут северной широты. Севернее этой точки не удалось заплыть никому из трех отрядов. Впоследствии вором стреляли, пронесло в море на 40 верст. Странствия корабля закончились тем, что 9 сентября он снова очутился против устья реки Индигирки, но на этот раз у восточного ее протока. В тот час отправились на берег и к великому своему изумлению нашли здесь в ужасном виде всех своих с обеих лодок товарищей, которых уже давно считали погибшими. Выкинутые на берег, полярные робинзоны перетерпели все ужасы. Обумокши без огня и без пищи. Они терпели жестокий холод и едва не умерли с голоду, питаясь травою и встреченными песцами. Но радость была недолгой. С наступлением резких холодов Бот-Иркутск окончательно вмерз в лед в 12 километрах от берега. Зимовать здесь было, конечно, нельзя. Оставив Бот, команда перешла в зимовку промыслового поселка Русская Устья или по-другому Русская Жила. Во время зимовки Лаптев исследовал дельту Индигирки. Матроса Ложкина Лаптев отправил на реку Алазею. Ложкин описал Алазею и 70 верст берега от нее до Индигирки. Дмитрий Лаптев осенью составил карту плавания отряда за 1739 год всего побережья Ледовитого океана от Устья Лены до Устья Индигирки и отправил ее вместе с рапортом в Петербург. Поехал туда Ложкин. После отъезда Ложкина Лаптев стал готовиться к походу на Колыму. Он вызвал казаков, которые знают морской путь на Колыму, а сам отправил на нартах несколько солдат в Нижнеколымск для описи реки Колымы. В конце мая 1740 года Лаптев выдвинулся с зимовки и благополучно смог вывести сохранившийся в целости Бот-Иркотск на чистую воду. Плавание было быстрым, и уже 4 августа команда после серьезных передряг все же смогла достичь Устья Колымы. Лаптев рассчитывал быстро обогнуть Чукотский полуостров и выйти к Анадарю, таким образом достигнуть цели своего отряда. Но 9 августа Иркутск достиг мыса Бараний камень. За мысом простирались многолетние леды, не давая ни малейшей надежды на дальнейшее плавание. Путешественники вернулись в Устья Колымы в Нижнеколымск на вторую зимовку. В течение зимы Лаптев составил более подробную карту своих плаваний от Устья Лены до мыса Бараний камень. На случай невозможного плавания от Колымы адмиралтейство запретило описывать берег Чукотки на санях вдоль берега, опасаясь нападения Чукчей. Однако был другой приказ узнать и положить на карту дорогу на Анадарь. И Лаптев отправился на Нартах в октябре 1741 года через долины рек Анюй и Анадарь к Анадарьскому острогу. Летом следующего года Лаптев построил шесть небольших судов и исследовал все русло реки Анадарь, выяснил условия судоходства на этой реке. Отряды Лаптева установили, что небольшие морские суда могут плавать вверх по течению реки Анадарь на 200 верст. После завершения этой работы через Нижнеколымск и Якуцк, Лаптев отправился в Петербург с докладом о проделанной работе. Его отряд описал огромную береговую линию и материковые земли от Лены до Чукотки. Это был великий человеческий подвиг. Что касается Ленско-Инисейского отряда, после смерти Прончищева и простой экспедиции два года, отряд возглавил Харитон Лаптев. Якуцкавунаф отправился в море 8 июня 1739 года с новым командиром. 19 июля Крестецкой протокой Лены Лаптев достиг моря и поплыл путем, уже проторенным до него Прончищевым на запад. Быстро пройдя до Хаттонского залива, 6 августа Якуцк повернул на север. Вскоре увидели остров, названный островом Преображение. Двигаясь вдоль побережья, Лаптев открыл острова Петра, Андрея и Павла. 21 августа Якуцк зашел в Большой залив, который назвали заливом Фаддея. На следующий день повернули назад и вернулись на зимовку в Хаттонскую губу. Зимовка прошла относительно благополучно. Всевозможные лишения становились для моряков делом обыденным. На берегах Хаттонги, например, люди, лишенные всякой возможности добыть огня, чтобы согреться от невыносимой стужи, выкапывали в мерзлые земле ямы. И в повалку ложились друг на друга. Во время зимовья экипаж не сидел без дела. Лаптев отправлял партиями людей по разным направлениям вглубь Таймыра на разведку. На следующий 1740 год Лаптев повторил попытку прорваться вокруг Таймыра на Якутске и вновь неудачно. Лето оказалось холодным, ледов в море было больше обычного. Прошли до острова Преображения, где Якутск встретил сплошные леды и вмерз в них. Экипаж боролся за спасение судна до последнего. У корабля сломала мачту, образовалась течь, которую долго не могли обнаружить. Якутск был затерт во льдах. Лаптев приказал выгружаться, и отряд отправился на место зимовки пешком. Весь сентябрь и октябрь измученные люди шли на юг в сторону зимовья. Путь им преградила еще не замерзшая бухта Пронтищевой. Участники были вынуждены ждать, пока лед в бухте замерзнет, чтоб продолжить путь дальше. Через две недели участники экспедиции добрались до старого зимовья. Лишь три человека в дороге умерли. Лишившись корабля, Лаптев решил вести опись берега сухопутным путем на санях. После пополнения запасов еды и подвозу ездовых собак, рано весной 1741 года были созданы три небольших отряда под руководством самого Харитона Лаптева – Семена Челюскина и Чекина. Отряд Челюскина Харитон Лаптев отправил на запад. Его задачей было описать берег от устья Таймыры до устья реки Пясины. Отряд Чекина отправил вдоль берега от зимовья на север. Сам же Лаптев двинулся вглубь полуострова к озеру Таймыр и устью реки Таймыры. Участники сильно страдали от снежной слепоты. Эта болезнь обычно настигает людей в снежных просторах при ярком солнечном свете. Больной получает ожог глаза и не может видеть предметы дальше 20 метров. Чтобы с ней бороться, первопроходцы коптили донышки от бутылок и делали приспособления, что-то вроде солнцезащитных очков. Им удалось сделать почти невозможное. Эти три отряда смогли пересечь Таймыр и описать полуостров. Поход на собаках оказался очень трудным. Сам же Харитон Лаптев пошел от зимовья до озера Таймыр, а далее вниз по реке Таймыре до Карского моря. Осознав, что Таймыра впадает в море гораздо западнее, чем предполагалось, Лаптев отправился вдоль моря на восток навстречу отряду Чекина, который ранее был послан на север от зимовья к заливу Фадия. На этом участке он должен был описать берег до устья Таймыры. Однако тут он был остановлен снежной слепотой. Вынужденный повернуть назад, Лаптев вернулся к устью Таймыры. Отряд Чекина же был остановлен снежной слепотой гораздо раньше и повернул назад к зимовью, даже не достигнув залива Фадия. Хотя бы немного отойдя от снежной слепоты, Лаптев направился на запад вдоль берега к устью Пясины. По дороге он встретился с отрядом Челюскина, который двигался навстречу от устья Пясины. Штурман Челюскин совершил перед этим огромный переход через весь Таймыр по рекам Хатанге и Хите вверх по течению, а далее через водораздел по притокам к реке Пясине и далее вниз по течению Пясины до устья. От устья Пясины Челюскин шел на восток, пока не встретил отряд Харитона Лаптева 1 июня 1741 года. Дальше оба отряда отправились в поход вдоль побережья Карского моря совместно до устья Пясины. Осталась неописанная часть побережья от устья Пясины до Енисея. Началась весна и активное снеготаяние. Лаптев остался в устье Пясины с уставшими собаками, а Челюскин продолжил путь на запад вдоль моря. Челюскин шел по ночам, когда лед чуть подмерзал. Сани не утопали весенним снегу. Дойдя до устья Енисея, Челюскин выполнил задачу и смог достичь острова Диксона, чуть южнее которого продолжил путь, используя вьючных оленей. Дальше на Енисея, близи мувья Волгина, была уже открытая вода, и на лодке Челюскин продолжил путь по воде. Его начальник, Лаптев, в это время поднялся вверх по Пясине и о притоке Пуре смог перейти на Енисей, где дождался Челюскина. Дальше путешественники поднялись на лодке вверх по Енисею до Туруханска, где и устроили зимовье. Однако не была описана самая северная часть Таймыра, от устья Таймыры до залива Фадея. На консилиуме в Туруханске приняли решение описать эту часть берега весной 1742 года. Челюскину поручили главную задачу – описать этот берег. Он выехал в разгар полярной ночи 5 декабря 1741 года из Туруханска на оленях в самые морозы и перебрался на зимовье в Хатанге. В апреле 1742 года Челюскин стартовал с Хатанги на север вдоль моря по маршруту, известному ему в пешем походе еще после гибели Якутска осенью 1740 года. Достигнув мыса Фадея, Челюскин с двумя солдатами 1 мая 1742 года начал описание неизвестного берега. Преодолевая по 40-50 километров в день, Челюскин описывал все изгибы берега в своем журнале. В ночь с 8 на 9 мая ему удалось достичь самой северной точки Азии – мыса, который впоследствии получит его имя – мыс Челюскин. Челюскин установил столб бревно в 12 километрах северо-восточнее на скалистом мысу, назвав его северо-восточным. Сейчас этот мыс носит имя – мыс Чекина. Проехав более 500 километров без пополнения запасов, Челюскин добрался до устья Таймыры, где был встречен людьми Лаптева. Обратный путь Челюскин прошел вверх по Таймыре и Пясине, где Лаптев подготовил ему припасы в нескольких местах. Сам Лаптев описывал внутренние районы Таймыра всю весну 1742 года. В начале августа путешественники вернулись в Турыханск, откуда на лодке в сентябре 1742 года вверх по течению Енисея приплыли в Енисейск. Вся береговая линия от устья Лены до устья Енисея была исследована и нанесена на карту. Лаптев и Челюскин ехали обратно в Санкт-Петербург. Остается только отдать дань уважения не только руководителям северных отрядов, а также каждому матросу, каждому погонщику собак и всем остальным, которые исполнили свой долг до конца. Великий Север приоткрыл свою завесу людям, сильным людям. И все же такое непростое море Лаптевых носит имя достойных этого. Пока Лаптевы открывали Север Азии, произошло много событий. Триумфальных, трагичных, исторических. И о них мы обязательно вам расскажем в следующей части. С вами был канал Просветись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...